Я рада вас видеть на своем канале. Решила приготовить вот такой вкусный пирог с капустой. Готовится просто, быстро, не затратный, справится даже новичок. Взяла белкочанную капусту, нашинковала, добавила лук репчатый и морковь. Натерла на крупной терке. Довела до полуготовности. Можно потушить или обжарить. А теперь готовлю тесто. Нам понадобится 3 куриных яйца. Добавляю пол чайной ложки соли, одну столовую ложку сахарного песка. Хорошо перемешаю. Конечно, можно яйца взбить до пышной пены, но я воспользовалась просто венчиком. Добавляю 250 миллилитров ряженки. Если у вас есть кефир, то он вообще отлично подойдет. И одну столовую ложку сметаны с горкой. В этот пирог можно добавить 2 чайных ложки разрыхлителя теста или пол чайной ложки пищевой соды. Гасить соду уксусом или лимонным соком не обязательно. Она вступает в реакцию с кефиром или с ряженкой. Добавляю полтора стакана муки. Конечно, муку желательно просеять. Перемешиваю все до однородной массы, чтобы не было комочков. И по желанию можно добавить буквально миллилитров 30-50 растительного масла. Такое тесто готовится очень быстро. И потом, после выпечки, оно получается очень нежное. Попробуйте приготовить. Берем подходящую форму. Если у вас разъемная, постелите пергамент. У меня с покрытием, но я также постелила пергамент, но смазала его растительным маслом. Пергаментную бумагу снял. И все. И форма ваша чиста. Ничего скоблить не надо. Тесто. Выкладываю небольшой слой теста. Второй слой капусту. И сверху также покрываю тестом. Тесто потом верхний слой выравниваю. А если капусту вы перемешаете просто с тестом, получится вкусный ленивый пирог. Перед приготовлением теста нужно включить духовку. Ставим пирог в разогретую духовку. Температура 180-183 градуса плюс-минус 40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Начинку можно сделать для такого пирога абсолютно любую. Вы можете отварить рис, взять консервы, фарш, картофель. Если у вас особенная духовка и у вас подгорает низ, то поставьте воду. Если быстро подгорает верх, то прикройте пергаментной бумагой. Пирог готов. Вот такой румяный получился. Для блеска можно смазать верх растительным маслом. Ну а теперь можно ставить чайник и наслаждаться пирогом. Полный рецепт будет в описании под видео. Загляните, посмотрите. Кто на моем канале впервые, загляните в плейлисты. Я думаю, что вы найдете для себя много интересного. Выпечка, горячие блюда, холодные закуски, красота и здоровье. Если понравился канал, конечно, подписывайтесь. Ну, хотя бы заходите в гости почаще. С вами была Валентина. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пишите в комментариях, с какой начинкой вы любите пироги. На этом все. Пока-пока.